Здравствуйте, это программа 112 в студии Сергея Захаров. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе в округе зарегистрировано 216 происшествий. Из них 12 преступлений, из которых 8 раскрыто. По четырем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Прилечен к ответственности 51 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В сфере безопасности дорожного движения выявлено 211 административных правонарушений. За управление транспортным средством в нетрезвом виде к ответственности привлечено 7 водителей. В том числе задержано одно лицо за совершение преступления, предусмотренного статьей 264 примечания 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники полиции провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В минувшую пятницу на территории города Наринмара и поселка Искатели сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «нетрезвый водитель», целью которого являлась массовая проверка автотранспорта, выявление водителей в состоянии опьянения, а также грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе мероприятия сотрудниками полиции проверено 62 единицы автотранспорта. Выявлено и пресечено 7 административных правонарушений. Водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, не выявлено. С 9 по 20 января текущего года на территорию округа проводилось оперативное профилактическое мероприятие «Ружье», в котором было задействовано 10 полицейских и 14 сотрудников отдела Росгвардии. Проверено 49 владельцев оружия, изъято 4 единицы оружия, 50 патронов, составлен один административный протокол по статье 20.8 части 4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. С 19 по 21 января текущего года на региональной временной зимней автодороге город Наринмар-поселок Хорягинский-Нау проводилось профилактическое мероприятие «Зимник», в котором было задействовано 6 сотрудников отдела ГИБДД, составлено 20 административных протоколов. 16 января 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления установили, что мужчина, 75-го года рождения, в квартире одного из домов по улице Заводской города Наринмара, занимается выращиванием растений, возможно, содержащих наркотические вещества. В настоящее время по данному факту проводится предварительная проверка. Сотрудниками полиции из квартиры изъяты цветочные горшки с растениями, которые отправлены на исследование. По результатам исследования при подтверждении наличия в растениях наркотических веществ в отношении агронома будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. С наступлением Нового года участились случаи хищения детских снегокатов, а также велосипедов. Стоит отметить, что большинство краж данных видов транспорта совершается из подъездов жилых домов. Так, 14 января 2018 года в дежурную часть окружной полиции поступило два сообщения о том, что из жилых домов по улице Нефтяников поселка Искателей произошли кражи снегоката и велосипеда. В обоих случаях владельцы халата относились к обеспечению сохранности своего имущества. Из снегоката велосипед находились в подъезде на лестничной площадке. Никаким противоугонным средством они не были оборудованы, то есть в свободном доступе для посторонних лиц. Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей округа принимать меры по охране своего имущества от преступных посягательств. Для этих целей рекомендуется выполнять несколько несложных правил. Первое. Ни под каким предлогом не открывайте дверь своего подъезда посторонним лицам. Второе. Не оставляйте в подъездах под лестничными маршами на лестничных площадках, в коридорах, холлах, снегокаты, детские коляски, сани, велосипеды и другое имущество. Третье. Если нет возможности хранить указанное имущество в другом месте, необходимо обязательно пристегивать его специальными удерживающими устройствами – тросы, цепочки и регулярно проверять. Четвертое. Хорошо запомните, как выглядит ваша вещь и какие у нее имеются особенности. Кроме того, можно выбить, например, на раме снегоката или велосипеда, вашу фамилию или номер дома. Эта комбинация является уникальной и позволяет легко определить владельца. 15 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 13-летний подросток отобрал у двоих своих знакомых детей деньги, выданные им родителями на мелкие расходы. При этом одному из них он угрожал физической расправой, а другого ударил перед тем, как забрать деньги. Юный злоумышленник подлежит постановке на учет в отдел по делам несовершеннолетних управления для дальнейшей работы с ним и его семьей с целью устранения причин и условий, которые способствовали совершению им противоправного поступка. В настоящее время материалы по данному факту направлены в Наринмарский межрайонный, Следственный отдел, Следственное управление, Следственный комитет Российской Федерации, Пархангельской области и Ненецкому автономному округу для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 18 января текущего года в актовом зале администрации города Наринмара состоялось расширенное заседание коллегии управления МВД России по Ненецкому автономному округу, на котором подведены основные результаты оперативно-служебной деятельности управления за 2017 год. В работе коллегии принимали участие временно исполняющий обязанности губернатор Ненецко-автономного округа Александр Цибульский, главный федеральный инспектор Александр Бебенин, прокурор округа Николай Егоров, уполномоченный по правам человека в НАУ, руководители органов исполнительной и законодательной и судебной власти округа, местного самоуправления, правоохранительных органов, председатель общественного совета и совета ветеранов при управлении, а также представители средств массовой информации. В своем выступлении начальник УМВД полковник полиции Олег Яковлев озвучил итоги оперативно-служебной деятельности и определил конкретные задачи на 2018 год. Чтобы завладеть чужими деньгами, мошенники действуют все ухищреннее. В дежурную часть полиции стали обращаться жители округа с заявлениями о мошеннических действиях при покупке мобильных телефонов через интернет-сайты магазинов. Так 18 января житель региона на сайте интернет-магазина «Добрая доставка» заказал мобильный телефон. Через некоторое время после оформления заказа потерпевшему перезвонил оператор интернет-магазина и сообщил, что данный товар имеется в наличии и заказ будет отправлен наложенным платежом. Однако после того, как мужчина оплатил заказ на почте и вскрыл посылку, вместо гаджета он обнаружил там нарезанную бумагу. На территории Российской Федерации зафиксировано большое количество подобных фактов мошеннических действий. Ни один из жертв аферистов не получил заказанный им товар. По данному факту окружными полицейскими проводится проверка. Полицейские предупреждают не заказывать товар на неизвестных и малоизвестных сайтах. Мошенники заманивают своих жертв предложением низкой цены и быстрыми сроками доставки. Не верьте им. Будьте бдительны при совершении покупок через интернет-магазины. Если вы стали очевидцем происшествия или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя!